Волгоградцы поддержали результаты референдумов о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. И сегодня на верхней террасе Центральной набережной состоялся митинг-концерт. На мероприятие пришли несколько сотен жителей города-героя. Молодежь, общественники, студенты, представители власти. Просто неравнодушные горожане. Россия это все, что есть с тобою нас. Россия для тебя. Мероприятие началось по окончании обращения президента Российской Федерации Владимира Путина к россиянам в прямом эфире. Глава государства сообщил о предварительных итогах проведенных референдумов. Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли. Я студент данного колледжа. Мы поддерживаем Россию, Путина вместе. Донецк, Луганск с нами, Запорожье, Херсон. Мы за Россию, мы вместе. Все у нас получится. Весь практически народ, молодежь. Все тут партии, все собрались. Все за то, чтобы все правильно наш президент делает. Волгоградцы согласились с тем, что это знаменательный день в истории России. Это наша будет земля после сегодняшнего объединения и огласки, что мы принимаем такую огромную нашу бывшую советскую Россию. Мы горды тем, что сегодня мы поддержим воссоединение русских земель. И дай бог мы победим. Референдумы о вхождении Луганской, Донецкой и Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября. В Волгограде можно было проголосовать на дому и на избирательных участках. Подавляющее большинство всех жителей Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей сказали «да», новые жизни в составе нашей страны. Очень сильно люблю нашу страну, нашу Россию. Жители Донбасса теперь с нами. Они защищены силами России. Дай бог, чтобы все было хорошо в будущем. Мы сегодня собрались, молодежь советского района. Очень ждем этого знаменательного события. Ждем вас к нам домой. Люди на митинг пришли с семьями. Люди старшего поколения говорили о том, что Россия – единая и могучая страна. Дает защиту всем тем, кто желает жить в мире. С внучкой пришли уже сюда. Мы всегда поддерживаем президента. Вера, кто наш президент? Пучин. Тебе он нравится? Да. Сегодня день веры, надежды и любви. А у меня вера. Так что наша Родина сильна верой, любовью и надеждой. А то, что у нас мудрый президент, это мы знаем. У всех людей мысль одна – бросить жителей Донбасса было нельзя. Мы, как молодежь, конечно же, поддерживаем решение нашего президента. Всячески участвуем в различных акциях. Выразить немоверную поддержку тем людям, которые в этом как никогда нуждаются. Мы гордимся нашей страной. Мы сегодня гордимся президентом, потому что сегодня по-настоящему очень значимый день для нашей страны. В первую очередь, значимый для тех жителей, которые приходили на референдум и голосовали за присоединение к нашей стране великой. Инициаторами проведения митингов в поддержку присоединения к России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей стали представители регионального отделения Общероссийского народного фронта, общественных и патриотических организаций. Мы присутствуем и участвуем с вами в историческом моменте восстановления целостности страны. Очень важный исторический момент, из которого последует дальнейшее развитие этих территорий. Люди выбрали жизнь, а не смерть. Люди выбрали нашу страну. Волгоградская область шествует над станично-луганским районом ЛНР. Специалисты, строители, дорожники и коммунальщики, волонтеры помогают восстанавливать быт и инфраструктуру территории, которая подвергалась обстрелами в течение последних восьми лет. В Луганской народной республике работают волгоградские врачи, которые оказывают братскому народу квалифицированную медицинскую помощь. В регионе самую разнообразную поддержку жителям Донбасса, беженцам, которые живут в пунктах временного размещения, российским военнослужащим и добровольцам, оказывают с самого начала специальной операции. За несколько месяцев в Волгоградце отправили жителям народных республик десятки тонн гуманитарной помощи, продуктов, предметов первой необходимости. Сегодня, как никогда, важно сплотиться и поддержать участников специальной военной операции. Люди отправляют денежные средства в специальный фонд, который был создан решением губернатора Волгоградской области.